История городского проекта «Профтренд» началась с 2015 года. Сначала в течение учебного года проходило 2-3 мероприятия в классических форматах – встречи и общения с представителями ядерного центра, экскурсии. Через год-два проект вырос и получил новое направление развития. В рамках «Профтренда» появился театральный марафон профессий, который был ориентирован на воспитанников детских садов и их родителей. Потом организаторы стали думать о том, как увлекательно рассказать о профессиях рфиац в НИЭФ школьникам старших классов. Чтобы немножечко эту тайну-завесу приоткрыть, с Анной Станиславной Покровской мы начали придумывать интересные форматы. Сначала оттолкнулись от атласа профессий в НИЭФ. Потом добавили профориентационные гостиные. Встречи по принципу что, где, когда, но еще вопрос зачем. Дальше у нас появились дневники увлекательных наук. На днях увлекательных наук ребятам показывали специфику работы различных подразделений в НИЭФ. Еще одно направление «Профтренда» – ШВП – школа-вузпредприятие, которое проходит три года на базе СРФТИ. Занятия ШВП проводят студенты под руководством преподавателей из числа сотрудников ядерного центра для учеников 8-10 классов. За время проведения проекта, а это 9 лет, у нас 7800 участников детей и взрослых, более 70 сотрудников арфеоценеев, более 30 предприятий, партнеров и 129 мероприятий, ну вот так вот казенно назовем это мероприятиями, все наши встречи, занятия, циклы. Проект «Профтренд» стал призером Всероссийского конкурса образовательных практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования. Конкурс организовало Министерство просвещения Российской Федерации. В номинации «Отраслевые практики профориентации» Саровский проект занял второе место. «Профтренд» в интересных форматах рассказывает школьникам о сложных вещах, показывая, насколько наука может быть увлекательной и нескучной. Я гуманитарий, но мне все равно очень интересно присутствовать на таких встречах, узнавать о новых профессиях. Ну то есть я, например, не задумывалась, например, о тем, чтобы стать каким-то язерщиком или физиком. И я всегда смотрю на этих людей, и как они вот выучили эту физику, математику, я не представляю. А сейчас они там, у них лазеры, пробирки. В следующем учебном году организаторы проекта «Профтренд» планируют проводить для школьников новые интересные и познавательные мероприятия. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.